Всем привет, я Алексей. Два слова о воздушном амортизаторе. Что это такое и как его нужно накачивать. Во-первых, для того, чтобы накачать задний амортизатор, вот здесь рок-шок, нужно обязательно насос высокого давления. Есть вот байтвин, в декатлоне продается ножной насос обычный, а есть насос, по-моему, это не декатлоновский, вот, насос высокого давления. У них принципиальная разница. Вот у данного насоса максимальное давление, которое он выдерживает, может выдать это 5,5 атмосфер, у этого насос 11 атмосфер. То есть, а в амортизаторе может быть задним, в зависимости от вашего веса, от 6 атмосфер до 11 атмосфер. Опять же, нужно учитывать еще погодные условия, потому что мы помним, что на холоде воздух сжимается, а в тепле он расширяется. Вот, поэтому, если вы перекачаете амортизатор и положите его, например, на солнце, у вас разорвет камеру. Это очень внимательно. Внутри воздушного насоса есть камера, которую разрывает, если там слишком много воздуха, учтите это. Я накачал до 8 атмосфер данный амортизатор. Вопрос в том, подходит ли мне это, я вешу 90 килограмм. Как проверить? На каждом амортизаторе есть такая вот резиночка. Она подвижная, совершенно свободно скользит. Мы ее из крайнего нижнего положения перемещаем в крайне верхнее, под упор. Так, отлично. Теперь мы садимся на велосипед, но не прыгаем. Садимся аккуратненько, полным весом, чтобы продавить в статике. Вот, мы сели. Убираем ноги. Оп. Теперь встаем. Обращаем внимание, что резиночка, она опустилась до определенного положения. Это то положение, которое является комфортным для вас. Вот, если резиночка просаживается больше, чем на треть от общей длины хода, значит, вы слабо накачали амортизатор. Если резиночка под вашим весом практически не просаживается, не просаживается меньше, чем на толщину пальца, ширину пальца, это тоже плохо. Советую спустить немножечко давление. Вот, оптимальное давление для моих 90 килограмм. Дальше вы уже можете настроить нужное, насколько вам отскок, скорость отскока, но сам факт, что потому что, когда вы будете амортизировать, да, вы будете проседать дальше. Но, если у вас не будет, то есть, если в тот момент, когда вы садитесь, у вас резиночка не проседает, значит, амортизатор работать не будет. Вот, пока все, что я хочу сказать о воздушном амортизаторе. Я Алексей, рассказываем друзьям, ставим собачек. Собачек вам не нравится. Ставим лайки, рассказываем друзьям, подписываемся на канал. До новых встреч. Bye! Субтитры подогнал «Симон»!